В возрасте 96 лет скончалась королева Великобритании Елизавета II. В этом году она отметила платиновый 70-летний юбилей пребывания на троне. В последнее время из-за состояния здоровья Елизавета II находилась под наблюдением врачей, поэтому последние несколько месяцев все чаще передавала свои обязанности другим членам королевской семьи, в частности и своему вероятному преемнику принцу Чарльзу. Кто станет следующим королем в случае смерти монарха, об этом пишет 24 канал. 96-летнее Ее Величество находится на троне дольше всех живущих монархов, которые есть в мире. В этом году она праздновала платиновый юбилей своего правления. За это время она показала себя как сильная и могучая женщина, способная преодолеть любые трудности, случающиеся на пути ее страны. Елизавета II не забывает о народе и бережно относится к нему. Хотя в 2021 году Ее покинул мужчина принц Филипп, женщина продолжала выполнять свои обязанности, правда, часть из них она начала передавать своему наследнику принцу Чарльзу, а его жену Камилу назвала королевой-консортом в случае собственной смерти. Принц Чарльз. Первое место. Принц Чарльз имеет право занять британский королевский престол как старший сын Елизаветы II. Он также имеет титул герцога Корнеуольского и является самым старшим наследником в истории Великобритании. В 1958 году Чарльз получил титул принца Уэльского. Принц Уэльский принимает на себя официальные обязанности от имени королевы из стран Содружества. Он является патроном, президентом и членом более 400 благотворительных организаций. В 1976 году основал The Prince Trust и активно спонсирует The Princess Carities. Он поддерживает ограниченное сельское хозяйство, обращает внимание на экологические проблемы, однако есть и те, кто критикует деятельность герцога Корнеуольского, в частности его поддержка альтернативной медицины, была подвергнута критике некоторых специалистов в медицинском сообществе. Он также является автором и соавтором многих книг. Ни один выход принца не остается без внимания СМИ. Вильям – герцог Кембриджский. Второе место. Принц Вильям является старшим сыном принца Чарльза, родился 21 июня 1982 года в Лондоне. При рождении ему дали четыре имени – Уильям Артур Филипп Луи. Герцог занимает второе место в очереди на Британский престол и в случае коронации будет именоваться как Вильгельм V. Третье место. Принц Джордж является первенцем в браке герцогов Кембриджских. Он родился в 2013 году, и это событие стало знаменательным для монаршей семьи и в истории Великобритании, так как это второй случай рождения правнука правящего монарха и третьего прямого претендента на трон. Полное имя маленького принца Джордж Александр Луи. Джорджем его назвали в честь отца королевы Георга VI, Александром в честь второго имени Елизаветы II, Луи в честь дяди принца Филиппа, Луиса Маунтбеттена. Весь мир встревожен новостью об ухудшении самочувствия Елизаветы II. Сейчас в Шотландии рядом с королевой уже есть ее дети. В случае, если не станет 96-летнего ее величества, похороны пройдут под давно разработанным сценарием «Лондонский мост». В распоряжении издания «Политика» уже давно есть подробный план. Впервые сценарий «Лондонский мост» был написан в 1960-х годах, но никогда не публиковался с такими подробностями. Согласно ему, через несколько часов после смерти королевы Елизаветы II состоится ряд важных звонков к премьер-министру, секретарю кабинета министров и еще другому ряду министров и официальным лицам. Новая премьер-министра Ли Страс будет проинформирована личным секретарем королевы, который сообщит о смерти Елизаветы II. После этого королевская семья выпустит официальное сообщение, сообщив таким образом общественность. Секретари департаментов должны сказать министрам фразу «Нас только что проинформировали о смерти ее величества королевы». Министры и чиновники также получат электронное письмо от секретаря кабинета министров, черновик которого говорит «Уважаемые коллеги, я с грустью пишу вам, чтобы сообщить вам о смерти ее величества королевы». Далее флаги в Лондоне приспустят на 10 минут, а парламент Британии, законодательные органы Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса закроются. Сайт королевской семьи сменится черным, подтверждая смерть королевы, а на сайте правительства будет ображаться черный баннер. Минобороны организуют салют и будет объявлена минута молчания всей страной. Затем премьер проведет аудиенцию с новым королем, а в 18.00 король Карл, монарше имя принца Чарльза, выступит по радио. В соборе Святого Павла в центре Лондона пройдет поминальная служба. 10 часов утра на следующий день после смерти королевы совет по присоединению соберется, чтобы провозгласить короля Карла новым сувереном. В 15.30 премьер и правительство проведут аудиенцию нового короля. Если королева умрет в Шотландии, активизируются операции «Единорог», ее гроб доставят на поезде. Также могут запустить операцию в Эрстаде, перевозя гроб в столицу самолетом. Церемония отпева состоится через 10 дней после смерти. В Вестминстерском аббатстве похоронят Елизавету II в семейном склепе рядом с ее мужем Филиппом в Виндзорском замке.